Лукашенко переживает мне лучшие свои дни, слушай. Такое ощущение, что все-таки как в Москву приедет, так ему подсыпит немного яду. В прошлый раз он уехал на носилках, в этот раз он в реанимации. Ну, как-то так немножко странно, согласись. Не то слово. Ты знаешь, я когда посмотрел, что он вообще приперся в таком состоянии в Москву, это означает, что он настолько уже вообще ноль власти, не только над своей страной, но даже над самим собой. Он даже не может сказать, что, ребята, я еле ползаю, вы меня видели? Я останусь в Минске, у меня тут тоже есть ЦКБ, это больница, и я буду в ней лежать. Ни хрена. Тебя, значит, вызвали, и ты в Кремль приперся, и чего-то там про ядерное оружие бормочешь. Я просто поражен, насколько он вообще сейчас ноль. Вот у него ноль власти даже над своей судьбой. Наверное, на этой почве у его Кондратии-то и шандарахнул. Ну, такой не окончательный Кондратий, так сказать, полукондратий. Но, тем не менее, вот то, как он опух, как он ползает, какой он реально больной, это вот тот самый дедушка Кондратий, который тебя пока, значит, оплеуху он ему отвесил. Не сразу так вот по башке, бам, и нет у Кашенки, а пока оплеуха. И, значит, он шатается. Поразительно, понимаешь? А в ЦКБ, вот он в российской лежит, в Москве, на Рублевке. Блин, в этой больнице же он просто во власти Путина. Ты абсолютно права, Путин решает. Ну, что, пусть поживет еще или нет? Вот это просто... Ну, знаешь, они же все рассчитывают всегда пропетлять, люди такого рода. Вот есть такая пословица пошлая, дворовая, что один раз не Гондурасы не думают, да, а на самом деле вот один раз уже, да, Гондурас. Вот, и Коготок увяз все птички пропасть, то, что называется. Начал сотрудничество с Путиным, ввязался в эту войну, а он в нее ввязался, потому что именно с территории Белоруссии в первый день, да, 24 февраля, в ночь 23-24 начался бомбежка и обстрел. Поэтому, а дальше уже как бы судьба его была решена. И, значит, я думаю, что с ним что-то случится еще до конца войны. Вот есть такое ощущение, есть такое ощущение, что его потихоньку притравлют. Кстати говоря, Путин в бандитском Петербурге, когда он еще там был замом Собчика, он же всех своих конкурентов притравливал, это у него любимая тема, между прочим. Ну, может быть, просто в этом бандитском Петербурге все друг друга мочили, душили, да и не только в Петербурге, по всей стране. Стрельба чуть ли не каждый день. Я жил в эти 90-е, в этой России. Я как бы вот сказать, что я Петербург как-то выделяю, что он был особо бандитский. Да не особо. Масса городов была куда более бандитскими. Да нет, тут как бы вот честно тебе скажу, судьба этого Лукашенко мне не столь важна, сколько судьба Белоруссии. Мне бы очень хотелось, чтобы Белоруссия раньше России, раньше всех стала приличной страной и присоединилась вот к этому вот чудесному пространству под названием Великое княжество Литовское, назовем его так политкорректно, чтобы никого не обидеть. Это Польша, Украина, страны Балтии, Белоруссия. Вот такое вот важное пространство. Такое, не будем ругать это словом ОДКБ, надо придумать какое-то вот другое. Вот Великое княжество Литовское, я понимаю, что это негодный слоган. Это такое немножко сказочно звучит. Хотя за ним есть реальный исторический смысл. Идея в любом случае понятна. Все говорили о том, что Пригожин, человек Путина, это все постанова. И вдруг на тебе письмо о том, что нельзя упоминать ЧВК, нельзя упоминать его имя. И вообще все, что связано с Пригожином. Пригожином, это, конечно, наплевать. Потому что у него большая медиа империя, он сам себя может упоминать, сколько он хочет. Но хочется спросить, а что случилось? Что такое? Что такое? У меня тоже ощущение, что система все больше и больше идет в разнос. Просто, ну знаешь, система это такая огромная железная машина, в которой очень много гай. Вот здесь сломалась, здесь сломалась. Вот вроде она еще едет. Но у нее уже и тормоза скрипят, и тут у нее что-то порвалось. И там отсюда что-то течет, понимаешь? И какая-то вот эта вот большая железная хрень, на мой-то взгляд, вот ты говоришь сейчас, что Пригожин себе позволяет, да он всю жизнь себе позволяет. И всем видно и по его роже, что он играет свою игру отчасти. Отчасти он там лоялен Путину, а будет ли он завтра лоялен Путину? Никто не знает, и он сам. Он будет играть по обстоятельствам, играть он будет за себя. И тут главная вообще говоря, так сказать, скрипка и главная история, это наступление украинское, которое вообще-то вот началось. Ну на Белгород, ну я думаю, мы еще поговорим. Но Пригожин, это вот, так сказать, абсолютно такой трайвовый авантюрист, дико прикольный. Куда его вынесет крива, одному богу известно. Поэтому говорит про лояльность Путину, да нет, конечно. Он лоялен самому себе. Он же зэк. Он же умрит и сегодня, и я завтра. Это все про него. Поэтому не-не-не-не-не. Пригожин еще повоюет, повоюет. Если не грохнут. А к каждому авантюристу могут грохнуть в любую секунду. В том числе украинское. Кстати, его грохнут, призывает Стрелкова. Он говорит, он прям целое обращение записал к Суровикину, к этому самому Герасимову. Говорит, он же вас назвал петушками. Вы же знаете, что это такое. Но вы же что, кадровые офицеры, стерпите это. Вот я, говорит, уже к сутке жду. Двое, а вы все молчите. Так может вы петушки? Ну такая чистая провокация. Ну действительно, армейские вообще не отвечают на все эти закидоны. Пригожина. Да импотенты они полные. Слушай, ну всегда это вот советская армия состояла из импотентов. Ну кто такой маршал Жуков? Вот эти вот мясные атаки. Ржев. 1942 год. Просто на немецкие пулеметы полтора года гонят русских мужиков. 700 тысяч убито, 500 тысяч ранено, результат ноль. Ничего не продвинулось. Это официальная статистика, признанная, подписанная печать, подпись, Государственная дума, историческое музей, архив, все дела. И фильм на НТВ, на ненавистном всей Украине, да. Пивоваров лично сделал фильм «Ржев». Где вот это все, понимаешь? Вот маршал Жуков. Зачем он это делал? Я вот тебе говорю, вот это вот самодержавие, это вот безмозглая абсолютно страна, которая не управляется мозгами. А как только появляется мозг в этой стране, его начинают прессовать, блин, начиная со школы. Я с твоей позиции согласна, потому что я отлично помню эти времена, я отлично помню, как все, чего ты добивался в жизни, это было вопреки, а не благодаря. Соловьев призывает посадить Стрелкова-Гиркина и возмущается двойными стандартами системы. Ну, мне бы наплевать, в общем-то, и на Гиркина, и на Соловьева. Но там у него проскользнула одна интересная фраза. Он говорит, он думает, что если он, значит, гагский лауреат, ну, то есть, получил там ордер гагского трибунала, то, дескать, мы его не тронем. Оказывается, в России это орден. Когда тебя разыскивает гагский трибунал за преступление, это ООО. Потому что же сам президент имеет такой орден, понимаешь? Поэтому вот нынче как, когда весь мир считает тебя преступником, ты в России, сука, почетный гражданин. Да, это классный нюанс, я не обратил на него внимания. Но сам, конечно, это выступление Гиркина-Стрелкова, ты права, это оно очень важное, прям знаковое. Я тоже про него, так сказать, подумал, думаю, ах, хорошо. Давайте пауки в банке друг друга грызите, душите. Уголовное дело хочешь? Молодец, давай, пристрелить. Всех призывай, то, сё. А у Гиркина-Стрелкова ответ, ответы-то какие? Он постит своего какого-то там фамилия, один из этих вот ДНР-овских, ЛНР-овских, так сказать, там командиров, который рассказывает про мясные атаки. Болотов, кажется, его фамилия. Ну, такой он дебил совершенно, извини, пожалуйста. Такой мордатый. Прошу прощения у тех, у кого медицинский диагноз, но он просто какой-то вот кретин. И он рассказывает, что в Донбассе не осталось мужиков в возрасте от 25 до 55, потому что их всех по четыре раза призвали в милицию, в полицию, в войска, их израсходовали, их бессмысленно кидали в мясные атаки. Всё. Таэш Гиркин, вот он, ты и твой друган. В 2014 году приперлись в Славянск с первыми ста бойцами. Ты сам, Гиркин, в интервью рассказывал, что никто не был в Донбассе возмущен. Сначала, Глеб, сначала эти твари приперлись в Киев. Там же была такая операция российского ФСБ, называлась «Дары волхвов». Они якобы под видом, что они охраняют вот эти вот там церковные какие-то мощи, которые они привезли. Это было во время Майдана. Он привез своих 50 человек. Я же написала книгу про аннексию Крыма, кража. Да, большой документальный роман, как это всё происходило по часам. И они сначала приперлись в Киев, а потом они поперлись на Крым. Они действовали как террористы, понимаешь? Ну, в общем, они и разнесли Донбасс. А теперь до того защищали русский мир и русских мужиков. А мужиков не осталось. Алло, русский мир, размножаться-то как будешь? Мужиков нету с 25 до 55, а? Вот она. Мир не заинтересован в размножении русского мира, понимаешь? Извини за это. Ну, вот, может быть. Потому что из Донбасса как бы все активные умные сбежали. У них там Лексусы отжимали, они бросали и бежали оттуда. В 14-м году, так сказать, все активные, все нормальные, так сказать, сбежались. Сейчас вот как только я сказал все нормальные, ох, понеслась там ненависть. Да пошли они нахрен. Мне эта ненависть, наплевать мне на нее с высокой колокольни. Пусть они засунут себе свою ненависть в задницу и, так сказать, и дальше сидят там с Путиным, целуются в обнимку. Какая-то девочка летела сейчас рейсом в самолете из Москвы в Владикавказ, читала книжку на украинском языке. На нее настучали пассажиры, ее арестовали. Я прочел такую новость, думаю, блин, точно. А с другой стороны, охрен, блин, я верю. А почему нет-то? На украинском языке книжку читать. А на немецком, когда ты читаешь, тебя еще случайно фашистам не объявляют? Нет, странно. Ну, через год будут объявлять. Просто я не верю, что этот сраный режим через год будет существовать.